Привет всем и дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир. Сегодня у нас очередная пятиминутка, я на самом деле к ней не готовился. Ситуация следующая. Одна из моих подписчиц обратилась ко мне с просьбой помочь ей, потому что у нее образ Windows стал занимать на диске C порядка 40 гигабайт. Это на самом деле ненормальная ситуация, потому что винда должна весить в среднем 15 гигабайт, из которых 10 гигабайт выделено операционной системе, и 5 гигабайт это всевозможные минорные патчи, обновления, которые винда закачивает и впоследствии самостоятельно удаляет в ходе перезагрузки и последующих обновлений. Так вот, у нее случился такой баг, что у нее папочка Installer, которая находится в папке Windows, занимала порядка 25 гигабайт. Из-за этого вот такой вот раздутый размер, что образ винды занимает 40 гигабайт. Как с этим бороться? То есть, в принципе, казалось бы, в чем проблема просто взять и удалить папочку Installer. Однако сделать это не получится, потому что некоторые компоненты Windows, в частности, Microsoft Office, Skype, Excel и ряд других программ имеют здесь зависимые пути, зависимые папки, без которых у вас, допустим, корректно не будут открываться документы Word, либо некорректно будет происходить сохранение с всевозможными ошибками, и в случае, если вы захотите дополнить либо изменить компонентный состав, допустим, пакета Office, вам будет выдаваться сообщение о том, что необходимо использовать диск с дистрибутивом, либо заново закачать образ Office. Ну, то есть, будут всевозможные проблемы. Хотя, по сути, вот эта папка весит очень много. У меня она весит 5 гигабайт, но так уж получилось, что у меня происходили корректно обновления. В отличие от девушки, которая обратилась ко мне за помощью, у нее, вот я еще раз говорю, была проблема, что эта папка весила порядка 20 гигабайт. Вот, у меня она весит 5,2. Это много, но вот когда будет последующее обновление, винда почистит данный раздел. Так вот, я хочу извиниться за качество снимков. Мы с ней общались через Discord. Соответственно, потокового видео было всего 30 кадров и разрешение 720 точек, но не суть. Я просто хочу вам показать, что вот у нее была такая проблема. Мы вычислили, что у нее случилось, и сегодня я расскажу вам, как также очистить папочку Installer. Безопасно, чтобы у вас не нарушались никакие зависимости, и при всем при этом освободить ее от всякого мусора. То есть у нее мы освободили 17 гигабайт ненужных файлов у меня, 5 гигабайт, у меня значительно меньше, но давайте посмотрим. Есть такая специальная утилита, которая называется PatchCleaner. Ссылочка на нее будет в описании под этим видеороликом. Вот он официальный сайт. Данная программа распространяется совершенно бесплатно. И данная программа делает следующее. Она анализирует вашу папку c.//windows/.installer и, соответственно, определяет, какие файлы нужны, то есть с какими файлами у винды есть ассоциации зависимости, а с какими файлами уже попросту нету связи. Соответственно, этот MSI патч, MSI файл, либо патч MSP, можно удалить без каких-либо последствий для вашей операционной системы Windows. Так, я, походу, просто не запустил ее. Да, не запустил. Извините, пожалуйста. Вот. И сейчас мы будем, собственно, сканировать папочку Installer. При запуске программа автоматически начинает проверять содержимое папки Installer и выводить те самые зависимости, о которых я говорил. И еще раз хочу вам сказать, что если у вас какие-то проблемы, оставляйте заявки в нашей группе ВКонтакте. То есть, если бы она мне не написала, я бы сам не знал, что такая проблема у некоторых людей есть. То есть, у нее банально сломалась винда вот в том моменте, где она должна автоматически удалять ненужные файлы. Я вам расскажу об этой ситуации, пока у нас происходит поиск зависимости. При всем при этом, изначально она обратилась ко мне с проблемой, что у нее просто не создаются, получается, эскизы изображений в видеофайлах и фотографии. Вот. Когда я сказал, что такого быть не может, давай мы создадим их вручную. Вручную тоже создать через командную строку их не получилось. Соответственно, стали копать глубже, она сказала, что вот почему-то постоянно диск C сообщает о том, что памяти не хватает. Причем она каждый день что-то удаляет, что-то из своих файлов. А у нее на следующее утро опять памяти не хватает. Соответственно, поняли, что во всем виновата папочка C Windows Installer. И вот давайте посмотрим. Обнаружено порядка 311 файлов, которые на текущий момент находятся в использовании. То есть, зависимость имеется для объема 2.7 гигабайт. Это нужные файлы, с которыми винда оперирует. А остальные файлы не нужны. Соответственно, все, что я могу сделать, это нажать на кнопочку Delete. Нас спрашивают, действительно ли мы хотим их удалить, потому что они будут отправляться не в корзину, а непосредственно удаляться с моего жесткого диска. Окей. После чего идет повторная проверка. Сейчас мы увидим, что все у нас благополучно было удалено. Все. Ноль файлов, которые были бы лишними. И давайте мы обратно зайдем в папочку Installer и посмотрим, что у нас изменилось. То есть, у нас был объем 5 гигабайт, теперь всего-навсего 3.11. Но еще раз хочу сказать, что у меня винда не ломалась и корректно работала. И как вы видите по снимкам экрана девушки, которая ко мне обратилась, у нее ситуация совершенно другая. Ну а с вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте. Не забывайте, что все, что я делаю, в первую очередь для людей, живу по заветам Линуса Торвальца. Так что, если у вас есть такие же необычные проблемы, которые мне самому интересно решать, докапываться до истинности, пишите нам в группу ВКонтакте. И мы обязательно, по мере возможности, будем разбирать ваши особые случаи. Всем пока и до скорых встреч. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok